Любовь Воронина привезла на экофестиваль своей работы из села Рассвет. Вот уже пять лет она возрождает в Ставропольском районе сеть ткацких мастерских. Учит всех желающих изготавливать вот такие ковры из ветоши. Это ремесло, которое в нашей российской крестьянской семье перешло в искусство. Ты же не только ремесленник, ты еще и художник. И когда-то весь дом крестьянской семьи был убран тканами, вещами из отходов. У крестьянина не было мусора. Крестьянин всегда все перерабатывал. Дает вторую жизнь старой одежде и Марина Данетти. Себя она называет текстильной феей, хотя по образованию дизайнер швейник. Марина узнала о результатах исследования, проведенного австралийскими учеными. Из него следовало, что более 90% вещей оказываются в мусорке из-за небольшого пятна. Теперь она занимается кастомайзингом, дает одежде новую жизнь. Вот эту курточку Марина расписала акриловыми красками, которые не боятся стирки. А эти шорты прошли процесс травления. Вот это именно техника, когда ты пишешь картину и не на холсте, которую дома видишь только ты один. А ты ее носишь и ты понимаешь, что эта вещь может служить долго. И мы бережем природу с помощью вот такого творчества. Сегодня вопросами экологии занимаются огромное количество волонтеров, экоактивистов, общественников. Именно они выдвигают новые идеи, которые потом воплощаются в жизнь. В рамках нацпроекта «Экология» огромное число вопросов решается по строительству и реконструкции очистных сооружений в регионе. Областные власти укрепляют материально-техническую базу подразделений, которые занимаются лесами. Серьезные реформы происходят в сфере обращения с отходами, более 40% которых сейчас перерабатывается. На экофестивале свои идеи представили и предприятия региона, и университеты. Может быть, даже вкладывают какие-то небольшие средства в том, чтобы создать какие-то элементы навигации, сделать посещение другими людьми этих пространств более удобным. В конце фестиваля подвели итоги конкурса «Эколидер». Он прошел в 11 номинациях. В номинации «Город» участвовали муниципалитеты, которые предподнимают серьезные шаги для улучшения экологической ситуации. Например, строят очистные сооружения. Третье место занял Новокуйбышевск, второй – Кенель, а первая – Сызрань. Виктория Шарая, Константин Головин. События.